здравствуйте дорогие мои кормящие будущие мамочки я рада вас снова приветствовать сегодня у нас очень интересная тема касаться она будет питания кормящей мамы эта тема волнует многих мам и она большая не по ней много информации сегодня мы с вами коснемся основных моментов питания кормящей мамы я думаю мы не раз еще вернемся к этой теме и все подробно обсудим ну а сегодня мы коснемся этого кракта итак я вас возможно удивлю но не существует такого продукта который был бы полностью запрещен при грудном скаминовании то есть такого продукта который бы вызывал в 100 процентов случаев негативной реакции у ребенка и у мамы не существует речь может идти только о предрасположенности ребенка острой реакции на тот или иной продукт чаще всего это же испытывает и мамы тем не менее существуют такие продукты вероятность на которые острой реакции в той или иной степени высока всего таких продуктов 5 первый продукт это первые продукты это эти продукты которые содержат в чужеродном человеческом организме белок это белок коровьего молока белок содержащийся в морепродуктов и белок содержащийся в клубах что касается белка коровьего молока многие детки реагируют на этот белок то есть у них вздутие у них будет животик у них жидкий стул кожное высыпание в этом случае постарайтесь прежде всего исключить молоко из своего рациона далее морепродукты такие как крат мидии креветки кальмары этот белок чужероден нашим организм потому с ним будьте поосторожнее третий продукт это глютен который содержит в некоторых крупах таких как пшеница рожь и рост и не содержит в таких группах как рис кукуруза гречка и пшена следующая группа продуктов эти продукты которые содержат в себе красный пигмент это чаще всего овощи и фрукты с ними тоже будьте осторожными потому что на пигмент ребенок мышцы третья группа продуктов это химические добавки консерванты ароматизаторы подсластители улучшить ее вкус и так далее в нашей жизни сейчас этих продуктов очень много они не полезны даже обычному человеку не то что кормящие маме поэтому таких продуктов лучше все-таки избегать четвертая группа продуктов это может быть травяные чаи которыми увлекаются очень многие мамы с этим надо смотреть на состав такого чая каких трав он содержит и как они могут влиять некоторые травы подавляют лактацию некоторые травы вызывают острые глютческие реакции и пятая группа продуктов это те продукты которые составляют для вашего региона экзотику вот как бы края кратко те продукты потребление которых в той или иной степени может вызвать у ребенка реакцию тем не менее совсем их не употреблять не стоит то есть в малых дозах вы можете их кушать главное скушайте небольшую порцию там ложечку две и посмотрите на ребенка в течение суток как он реагирует какой у него стул какое самочувствие нет ли кожных высыпаний если ничего подобного вы не наблюдаете в следующий раз кушать пожалуйста больше и в дальнейшем увеличивайте расширяйте свой рацион и кушайте полноценно все что вам хочется вот в принципе основные моменты питания камень чем а рада была вас видеть делитесь видео предлагайте новые темы я буду рада с вами пообщаться все вам доброго свидания